Девочка-пай Нам представляется, что именно эта конференция, конференция, которая называется «Овзон-2019», она имеет особое звучание и особую задачу, потому что здесь на этой площадке собирается молодежь, собираются ребята, которых объединяет на самом деле единая идея искать уязвимости, устранять эти неуязвимости и делать любые системы более надежными. Мне кажется, сегодня в обществе, когда существуют те самые люди, как мы называем, черные хакеры, которые ищут уязвимости, используют эти знания для черных, иногда преступных целей, мне кажется, очень важно объединить сообщество для того, чтобы противостоять этому злу. Есть так называемый этичный хакер, этичные хакеры, белые хакеры, которые на самом деле больше всего заняты тем, чтобы обогащать свои знания поиском и повышением надежности систем, поиском уязвимости и повышением надежности систем. Так вот, здесь как раз собралось то самое сообщество, это более полутора тысяч человек, которых объединяет именно это стремление. Диалог между государственными институтами или крупными компаниями до недавнего времени просто отсутствовал в этом направлении с этим так называемым сообществом. И, к сожалению, это движение развивалось само собой, как хотело или кто как себе представлял, в зависимости от лидерства тех или иных направлений деятельности. Но ребята все увлекающиеся, для ребят очень важно иметь знания, для ребят очень важно быть профессионально на высоте. То, что мы здесь видим, очень многие сидят, просто непрерывно работают не просто часами, а сутками для того, чтобы решить определенную задачку. Это уникальный склад характера у этих ребят, уникальное качество, и нам всем надо этим ребятам помогать, по большому счету. С большим удовольствием вижу, что ребята тянутся, ребята стараются, и мы все должны помочь этим ребятам, в том числе и крупные компании, в том числе и государственные институты, для того, чтобы они были настоящими участниками нашего сообщества, которые помогают друг другу делать мир безопаснее, делать мир лучше. Мы впервые пробуем провести так называемый Cyber Week или Кибернеделю в нашей стране. Почему Cyber Week? Потому что в эту неделю, в эти рабочую пятидневку, вошли несколько мероприятий. И нам кажется, что в обществе точно не хватает диалога, обсуждения сложных вопросов, сложных проблем, что нам делать для того, чтобы повысить собственную безопасность и, прежде всего, кибербезопасность. Во-первых, это молодежный форум. Здесь проходит очень много мероприятий, как вы видите, более 60 докладов, профессиональных докладов на очень узкие профессиональные темы. Это своего рода целый университет для ребят. Они все тянутся сюда для того, чтобы получить новый объем, большой объем знаний. В среду мы проводим вообще необычное, на самом деле, мероприятие. Оно будет в режиме онлайн. Это тренинг, который будут проводить профессионалы, профессионалы с разных стран мира, как защититься от кибер-угрозы по реальному сценарию. Речь идет о том, что готовится определенный сценарий, по которому нам необходимо учиться коллаборировать с друг другом, сотрудничать с друг другом, определять источники угроз, обнаруживать уязвимости и помогать друг другу теми средствами, которые могли бы вылечить или решить вопросы с безопасностью. Этот тренинг точно может помочь нам, всем, иметь новые подходы в сотрудничестве и противодействии против киберпреступности. Ну и главное наше мероприятие – Международный конгресс по кибербезопасности, который пройдет уже для такого, по-настоящему, профессионального сообщества, для тех экспертов, которые каждый день имеют собственную специальность заниматься вопросами профессиональной кибербезопасности. У нас заявилось почти 2000 участников из 59 государств. Это рекорд на сегодняшний день, чтобы собрать в мире такое профессиональное сообщество в одной точке. И подготовлено около 30 профессиональных конференций и семинаров, которые также будут обсуждать вопросы улучшения устойчивости, киберустойчивости, повышения кибербезопасности различных компаний. И самое главное – взаимодействие, сотрудничество между друг другом. Предполагается подписание новых контрактов, новых соглашений, международных контрактов, соглашений внутри России. И нам представляется, что этот форум поможет всем нам быть ближе друг к другу, объединиться всем вместе, потому что мы нацелены на то, что у нас нет конкуренции, а есть партнерство. И только в партнерстве мы можем помочь друг другу действительно быть надежнее, а главное – сделать мир безопаснее. Сегодня специалист в области кибербезопасности, пожалуй, стал самой дефицитной специальностью в мире и в нашей стране также. Те ребята, которые принимают участие в этой конференции, на самом деле любой из них представляет определенный интерес для кадровых служб различных компаний, не только для Сбербанка, но и различных компаний. У нас много партнеров, как вы видите, здесь участвуют различные компании в нашем форуме. И, конечно же, со стороны профессионального сообщества, со стороны существующих компаний большой интерес к тому, чтобы найти так называемых звездочек, которые могли бы украсить любую компанию своим участием в разработках. Мы, безусловно, ориентируемся тоже на такой подход. Для нас очень важно открыть двери, рассказать, чем мы занимаемся, открыть двери наших лабораторий, наших подразделений, рассказать, какие наши главные задачи, чем ребята могли бы помочь нам, какими знаниями могли бы помочь нам. Ну и взять на так называемый радар тех, кто тоже хочет работать в этом направлении профессионально и делать новые открытия в этой области. Для нас, для всех, это очень важная работа. Вообще, вопросы образования, подготовки кадров специалистов, профессиональных специалистов в области профессиональной кибербезопасности, достаточно сложный вопрос. И, к сожалению, те программы, которые сегодня существуют, утверждены Минобором для наших российских вузов, не всегда в полном объеме отвечают тем изменениям, которые произошли в последние годы в мире. Мир стремительно развивается, нужны уже некоторые направления другие для того, чтобы готовить специалистов. И мы, как компания, которая представляет крупный бизнес, в данном направлении мы испытываем точно большие вопросы и проблемы. Проблемы с точки зрения подготовленности кадров. Мы были вынуждены создать в этой связи собственную Академию кибербезопасности, задача которой переквалификация, переподготовка кадров, очень узкие направления конференций, семинаров, где мы готовим по прикладным задачам дополнительное количество специалистов. Если говорить вообще по-простому, то если выпускника вуза с красным дипломом поместить в кресло сегодня самого рядового эксперта службы кибербезопасности Сбербанка, то у меня большие сомнения, что он справится с поставленными задачами. И это говорит о качестве образования. Именно так мы ставим вопрос сегодня перед системой образования в нашей стране. И у нас идут очень хорошие контакты с представителями Минобра, очень хорошие контакты с профессиональным сообществом в рамках программы «Цифровая экономика», когда мы все вместе, объединившись, говорим о необходимости поменять и профиль, и программы для подготовки кадров. Здесь у нас есть с точки зрения подходов полное единство в понимании, но предстоит еще сделать очень-очень много. Нам надо создать другую культуру утверждения и наличия стандартов. В условиях очень быстро меняющихся технологий, в быстро меняющемся мире, мне кажется, иметь постоянные стандарты, которые были утверждены 20, 15, 10 лет назад – это утопия. В этой связи, конечно же, нам надо научиться управлять этими стандартами в быстро меняющемся мире. Субтитры создавал DimaTorzok